Ну вот человек идет на фронт. Пожалуйста, сфотографируй. Но как не фотографировать? И я стараюсь как можно скорее. А то у меня сейчас вот пачка тут. Когда вижу, я доверю меня. Видим, сами знаете, у них как-то понимается и дух, и настроение. И, значит, думаешь, вот о нем кто-то думает, что образ его остался на всякий случай, если человек. Но мой фотоаппарат очень счастливый. Все живые остаются, кто попадает в этот объектив. Счастливый фотоаппарат сегодняшнего дня – музейная ценность, как и тысячи файлов оцифрованных фотографий из архива Ремзи Агрба, которые члены его семьи передали Музею Боевой Славы. На этих кадрах запечатлены события Отечественной войны народа Абхазии, куда 68-летний педагог пошел, взяв в руки фотоаппарат. Вот отец сам изъявил желание. С автоматом он в таком возрасте, не то что вообще не мог ходить. Он не тот человек был. Но фотоаппарат было – это его оружие. Он снимал, естественно, Ишерский фронт, Гагринское наступление, Шуромское наступление, Сухумское наступление. По словам коллег того времени, Ремзи Агрба всегда был в курсе происходящего на фронте. Его не нужно было просить снять. Он сам находил себе работу. Он приходил ко мне в пресс-центр, спрашивал, он не ждал, когда его позовут, вот там будет какое-то мероприятие, вот это важно. Он спрашивал, что, где, когда. Шел и фотографировал. И оставил просто, я не знаю, неоценимый вклад в историю нашей войны, в то, что сохранил вот это самые важные, человеческие иногда очень важные моменты. По словам супруги Ремзи Агрба, ее муж всегда ставил долг превыше всего. Так было и на войне, и в мирное время. На первом месте его работа была образование, потом семья. Пока я вышла за него, он был уже педагог, он был уже лектор, он географию читал в университете, он географию читал по школам, он был в интернате. Он в 19-й школе работал директором, все равно географию он проводил. Потом он был международник еще, международные лекции везде читал. Семья Ремзи Агрба решила передать его фотографии в музей по нескольким причинам. Первое – показать архивные кадры как можно большему числу людей. Ведь многие из тех, кто запечатлен на снимках, неизвестны. Может быть, найдутся те, кому будет интересно увидеть себя или своих близких на фото 25-летней давности. Мы действительно хотели все-таки распознать все фотографии, но за протяжением уже сколько лет прошло, до сих пор мы не смогли узнать, кто там люди, какие там изображены. И поэтому тебе была идея как-то более обширно изучать. Вторая причина – желание сохранить историю. Ведь бумага, тлеющая от времени, цифровые файлы, целостность которых зависит от качества носителя, не гарантирует сохранность бесценного материала. В музее же к защите подобных экспонатов относятся особенно тщательно. Планируем сделать так, сохранить электронный вариант. Мы его разобьем на несколько электронных вариантов. Сохраним в компьютере, на диске, на цифровом носителе. Мы распечатаем потихонечку, поэтапно будем распечатывать и будем оставлять для музея в разных видах. 15 мая родился Ремзи Агрба, поэтому церемонию передачи музейных экспонатов и открытия фотовыставки приурочили именно к этому дню. Но посетителям экспозиция будет доступна еще как минимум две недели. Мария Накотова, Раму Камки, Абаза ТВ.